Девушки отдыхают Может ли отец в судебном порядке заставить мать перестать дарить собственной родной дочери ненужные дорогие подарки, а вместо этого просто платить элементы на ее содержание? Даже если бы мы нашли нотариуса бы ему, он бы все равно не мог бы подписать. У него руки были, обе руки загипетованы были, ваш ответчик. Когда Борис Сазонов вышел из больницы, его ждал сюрприз в виде незнакомого мужчины на участке. Как оказалось, жена успела продать их дом. Теперь Борис пытается доказать, что такая сделка не может быть законной. Вам не разъясняли, в чем не соответствует? Ну, они мне особо не разъяснили. Вот просто формулировка была, вопрос состоял так, что мой моральный облик не соответствует тому, чтобы я стала опекуном больничестве. Опекун должен в идеале заменить ребенку родную мать. И женщина готова это сделать. Но вот только одна загвоздка. За ней тянется шлейф скандальной славы. Оставайтесь с нами. Истец Андрей Алексеев, учитель, подает иск о взыскании алиментов с бывшей жены на содержании дочери в твердой денежной сумме 20 тысяч рублей ежемесячно. Отвеча Светлана Алексеева против иска возражает. Я прошу взыскать с моей бывшей жены алименты в твердой сумме 20 тысяч рублей на содержание нашей дочери, которая была у нас в браке, когда мы состояли в этом браке. Ну, тут ситуация такая случилась неординарная, но я сейчас спокойно все расскажу. Ну, значит, мы с бывшей, с ответчатой, скажем так, да, познакомились, когда учились в институте на первом курсе. Естественно, на третьем курсе мы поженились, а еще через год у нас родилась Лиза, дочка. Значит, после этого, когда мы с ней начали жить, после окончания института, мы, естественно, устроились в школу, были учителями. И у нас год, можно сказать так, была семейная идиллия, можно сказать, выразиться так. Но эта идиллия очень быстро прервалась. Я, оказывается, узнал, что она в интернете познакомилась с каким-то богатым мужиком непонятно с кем. Ну, ладно, познакомилась, встречаться началась. Да ладно тебе врать, ты первый от меня сбежал в другой бабе. Дайте мне сказать, пожалуйста. А с мужиком я познакомилась уже позже. После того, как я ушел к родителям жить, я жил у родителей и, естественно, забрал с собой дочку. Самое поразительное, она даже не задумывалась о том, я беру дочку, она берет дочку, она не против была. Она мне отдала и все нормально. Ты ее забрал, чтобы совсем не выглядели под лицом. Пока девочка была маленькая, я с нее элементов не требовал, думал, ну и бог с ним. То есть, естественно, скажите, пожалуйста, после расторжения брака у вас не было заседания судебного об определении места жительства ребенка? Нет, не было. То есть, это по согласованию между супругами фактически место жительства ребенка было совместно с вами. Я правильно понимаю? Да, вы правильно понимаете. То есть, здесь, в принципе, вопроса не стояло. Мы как бы договорились и ладно. Но, естественно, прошло какое-то время, и я женился второй раз. Очень быстро женился, между прочим. И, естественно, когда у меня был второй брат, то я взял женщину, у нее была дочь Катерина. Этой Катерине 16 лет сейчас, она тоже взрослая женщина, девушка стала. И дело в том, что когда отец еще был жив, мой отец, то как-то было спокойно. То есть, я жил с родителями, отец, мать, все было нормально, мы как-то еще концы с концами сводили, более-менее. Но недавно отец умер, и получилась ситуация, когда я просто-напросто уже стал не вытягивать все это. Потому что мать у меня инвалид, документы прилагаются, я, конечно, документы эти взял. Жена у меня инвалид второй группы, получает мать пенсию, жена пенсию. И на мне еще две дочки висят. Что мне, извините, делать? Практически между вами на мою зарплату. Моя зарплата около 17 тысяч, пенсия у моей матери около 11 700. Ну, и в совокупном доходе еще добавляем маленькую, мизерную пенсию моей жены. И получается, что у нас около 32 тысяч приблизительно. Я поняла. Истец, скажите, пожалуйста, а вот за весь этот переутрение, пока ребенок совместно с вами проживает, ответчик вообще никаких алиментов не платил? Вы знаете, я сначала, когда уже не было выхода, обратился к ней за помощью, говорю, ну, ведь такая ситуация, просто по-человечески попытался с ней поговорить. И я удивлен был, она сказала, да, хорошо, хорошо, я согласна, я буду помогать, но я даже не предполагал, что вообще, во что это вообще обернется все. Вы себе представьте, когда она начала покупать вещи, дорогие вещи, покупает платье, покупает какие-то смартфоны, а девочки две живут в мире. Сейчас я вам покажу, что она покупает. Смотрите, 14-летняя девочка, вот это платье можно носить насквозь, видно? Между прочим, это платье с накидкой было. Кому она покупала вот такие туфли на высоком каблуке, стриптист танцевать? Между прочим, это лабутье с разной подушкой, что ты понимал. Вот вы понимаете, о чем я говорю? Это на выход. Подождите, 14 лет девочка, вы понимаете, о чем я говорю? Мне не жалко, может быть, это и красиво, может быть, это как-то там, ну, модно, что ли, но 14 лет, 14 лет-то очень мало. Это на выход? На выход. Это же не каждый день ходить. Ладно, это все мелочь, когда она купила ей скутер в 14 лет, вот тут я обалдел полностью. Велосипед с моторчиком, скутер, как будто я самолет купила. Вы понимаете, когда покупаешь маленького ребенка с тем маленьким, для меня она маленькая, скутер, то получается что, она купила, чтобы она там что, разбилась на нем или что? Суть этого конфликта, я хочу, чтобы вы поняли, заключается не в том, что она дарила дорогие подарки, а в том, что и Лиза, и Катя жили рядом. Они жили в одной комнате. И представляете, одна имеет все, только потому что, а вторая, то есть тоже как бы дочь, тоже в равных правах с одной, с другой, и как я себя чувствую? Я попытался с ней поговорить по-человечески. Я сказал, пожалуйста, давайте мы как-то это отрегулируем. Давайте вы будете дарить подарки, но так, чтобы, ну... Что я еще должна твоей дочери другой дарить подарки? Мне дочери дарить, я просто попытался решить. Лиза даже захотела с ней пойти жить. Я подумал, господи, это хоть какой-то выход из ситуации, ну ради бога, пускай идет, живет. Она уже сама может решать, да? Девочка уже взрослая, по закону полу, она может как-то решать. Но, как коснулась дела, ее муж не согласился. Зачем ей дочка? Да про это даже разговор не было. Все, и дочке ей не надо, и получим шуму. И все, сколько вы фактически занимаетесь воспитанием ребенка? Ну, с рождения. С рождения? Да. То есть вы что, 14 лет занимаетесь воспитанием ребенка? И за этот период времени ответчик материальный... Ну, первый год она может быть еще пока... Ну, хорошо, 13 лет. 14-12. Скажите, пожалуйста, то есть ответчик в течение 13 лет материальный ребенка не содержал? Будьте добры, пожалуйста, значит, мне необходимо ваше свидетельство о расторжении брака с ответчиком, свидетельство о рождении вашей общей дочери, свидетельство о заключении брака с вашей второй супругой. Вы вот девочку от второго брака, вы официально удочерили, если я правильно, тогда решение суда об удочерении, справку вашу с места работы и справку о заработной плате, справку о пенсии, которую получает ваша мама, и справку о пенсии по инвалидности, которую получает ваша супруга через судебного пристава. Я бы хотела просто вам пояснить, что в этой ситуации истцом заявлено исковое требование именно о назначении к выплате алиментов в твердой денежной сумме. То есть смысл ваших требований, ваших, простите, возражений, он должен сводиться либо к тому, что вы вообще возражаете против начисления алиментов, тогда вы должны аргументировать, либо вы считаете размер алиментов завышенным. Пожалуйста, я вас слушаю. Да, я считаю размер алиментов, во всяком случае, завышенным. Дело в том, что откуда он взял 20 тысяч рублей, Я воспитывал дочь очень долго уже, и я знаю сколько. Во-первых, это должно быть 25% от моей зарплаты. Дело в том, что я не работаю, я домохозяйка. Я живу на издевении мужа. Но муж мне дает деньги, допустим, на подарки моей дочери. Вот так, чтобы просто так деньги 20 тысяч давать на семью, я хочу, чтобы деньги шли именно моей дочери. И про 20 тысяч говорите. А он там насчитал 20 тысяч, не знаю, почему эти деньги должны идти на какие-то 58 посторонних людей. Дело в том, что я покупаю своей дочери все, что я хочу. Я вожу ее за границу. Я покупаю ей дорогие подарки. А муж мне тут... Ответчик, простите, пожалуйста, обязанность родителей материально детей обеспечивать. Для этого существует такое понятие, как алименты, которые взыскиваются с раздельно проживающих родителей, при условии, что место жительства ребенка определено с одним из родителей. Поэтому вы по своему усмотрению не можете алиментное обязательство, которое имеет совершенно четкое выражение «денежное», заменять подарками. Потому что подарки, поездки за границу и так далее, это относится к дополнительной форме материального обеспечения ребенка. Не к основной, а к дополнительной. Я поняла. Но неужели 20 тысяч, допустим, алиментов с меня будут брать как к домохозяйке неработающей? Да, поэтому истец... Мы с родителя берем, с тебя как с родителя берут. Поэтому в этой ситуации истец и заявляет о взыскании алиментов в твердой денежной сумме. Они как домохозяйки. Поскольку у вас нет постоянного регулярного заработка, при котором можно было бы исчислять алименты в процентном соотношении. Вот при той ситуации, которая сложилась, что истец как будто утверждает, что он сам пытался содержать и семью, и вашего общего ребенка, тогда, когда это позволяло материальные возможности. Сейчас материальные возможности ему это сделать не позволяют. Естественно, ребенок растет, больше потребностей возникает. Вот в этой ситуации, почему вы не предложили ИСУ, чтобы девочка... У вас же не было судебного решения, по которому место жительства ребенка определено с истцом. Почему в этой ситуации, понимая, что есть сложные материальные обстоятельства, что вы готовы вашей девочке обеспечить лучшую, так сказать, материальную обустроенность, почему в этой ситуации вы не договорились с истцом, что ребенок переедет жить к вам? А он не хочет, чтобы дочь переезжала ко мне. Ответчик, для этого есть, подождите, для этого есть судебный порядок. Вы обращаетесь в суд с требованием об определении места жительства ребенка совместно с вами. Или есть какие-то другие причины? Нет никаких причин. Потому что слова пустые. Он сам не хочет. Просто пустые слова. Он не хочет, потому что если дочь будет жить со мной, тогда я не буду платить деньги, 20 тысяч. Дочь не пошла жить с тобой, потому что муж свою не взял. Ответчик, скажите, пожалуйста, ну вот помимо алиментов, алиментов, как вы еще до того момента, пока вы стали приобретать подарки для дочери, как вы еще принимали участие в ее воспитании? Вот, вот, важно. Хороший вопрос. Дело в том, что я пыталась принимать участие, на что муж был абсолютно против моего участия. И потом мы долгое время с мужем жили за границей. Скажите, понятно. Скажите, пожалуйста, ну в этой ситуации вы не обратились в суд об установлении графика общения с ребенком? Нет, я не обращалась. Вы не обращались в суд. Так, суд удаляется для принятия решения. Далее в программе. Да даже если бы мы нашли нотариуса бы ему, он бы все равно не мог бы подписать. У него руки были, обе руки загипсованы были. Ваша честь. Ответчик. Пока муж Ларисы Сазоновой лежал в больнице, женщина успела продать их общий дом. И без его согласия. Теперь Борис Сазонов оспаривает сделку. А жена утверждает, что он был осведомлен обо всем заранее. Вам не разъясняли, в чем мне соответствует? Ну, они мне особо не разъяснили. Просто формулировка была вопросом, что стояла так, что мой моральный облик не соответствует тому, что я стала офицированом пончиком. Может ли лесбиянка стать достойным опекуном для шестилетней девочки? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Но сама девушка уверена, что будет для девочки лучше родной матери. Оставайтесь с нами. А теперь вернемся в зал суда. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования ИСА, возражение ответчика по заявленным исковым требованиям, рассмотрев представленные документы, заявленные исковые требования удовлетворяет и взыскивается ответчица в пользу ИСА алименты на содержание несовершеннолетней дочери в твердой денежной сумме, равной трехкратному размеру прожиточного минимума, установленному для ребенка ежемесячно до достижения совершеннолетия дочерью. Суд взыскивает с матери алименты на содержание несовершеннолетней дочери, проживающей с отцом, потому что родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Суд устанавливает алименты в твердой денежной сумме, потому что в случаях, если у родителей отсутствует заработок, закон предусматривается искание алиментов в твердой денежной сумме. Суд определяет размер алиментов с учетом материального и семейного положения сторон в сумме равной трехкратному размеру прожиточного минимума, установленного для ребенка, для того, чтобы обеспечить девочке жизненно необходимые потребности. В настоящее время прожиточный минимум для ребенка в городе Москве установлен постановлением правительства Москвы 6 декабря 2011 года в размере 7 866 рублей. Суд разъясняет матери, что содержание ребенка заключается в обеспечении его повседневных жизненных необходимых потребностей, а именно питание одежды, приобретение для ребенка учебных пособий, развивающей литературы, техники, оплата спортивных секций, дополнительных учебных занятий и тому подобное, а также оплата транспорта, оплата доли ребенка в жилье, коммунальных услуг. Приобретение для дочери дорогостоящих предметов, не обеспечивающих дочери удовлетворение повседневных жизненных посредностей, не освобождает мать ребенка от уплаты алиментов на содержание ребенка. В случае несвоевременной оплаты алиментов, взыскания по задолженности, будет обращаться на принадлежащие ответчице имущество, включая ее супружескую долю в имущество, приобретенное в период ее брака, на которое по закону может быть обращено взыскание. Истец и ответчик суд огласил свое решение, дело закрыто. Решение суда. Исковые требования удовлетворить. Я надеюсь, моя бывшая жена будет платить алименты, и мне будет легче, и моей семье будет легче в материальном плане. Я буду следить, чтобы все алименты тратились только на мою дочь. И буду требовать отчет за каждую копейку. А теперь вернемся в зал суда. Истец Борис Сазонов, бухгалтер из Обнинска, обращается с иском о признании договора купли-продажи жилого дома недействительным. Ответчики Лариса Сазонова и Виталий Романов утверждают, что совершили сделку купли-продажи на законных основаниях. Я, госпожа судья, обращаюсь с иском о признании недействительным договора купли-продажи жилого помещения. Дело в том, что 10 месяцев назад моя жена продала Виталию Романову гостевой дом, который стоял на ее земле, принадлежащей ей. Дело в том, что мы там построили два дома. Один, в котором мы жили, на три комнаты, и гостевой дом. Но потом она его продала. А получилось это так. Дело в том, что я попал в больницу, я чинил крышу и упал. Ударился головой, Ваша честь? Я не ударился. Я просто пострадал. Что ж сюда припёртся? Ответчик, будьте, да, припрашивайте. Она пришла ко мне в больницу и попросила продать гостевой дом. Я отказал. Потому что она сказала, что ей очень нужны деньги, а в мои планы этого точно не входило. Но когда я вышел из больницы, оказалось, что все-таки дом продан за 500 тысяч рублей, за полмиллиона. А соседи мне доложили, что он продан для того, чтобы помочь Кольке, её сыну. А сын у неё залетел, я не знаю, там, разбился на чужой машине, ей нужны были срочно деньги. Хотя потом она меня уверяла, что эти деньги шли на мои лекарства, когда я лежал в больнице. Данный дом был возведён в период вашего брака с ответчиком. Я правильно о вас понимаю? Трёхлетнего брака с ответчиком. На моей земле. Ответчик. На твоей земле. Настоящий брак между вами расторгнут? Нет. Не расторгнут. То есть в настоящее время брак у вас не расторгнут? Нет. И вы официально находитесь в браке? Да. Вы построили дом, как утверждает ответчик, на земле ответчика. Да. Вы считаете, что этот дом является совместно нажитым имуществом. Правильно я вас понимаю? Естественно, потому что деньги мы вместе зарабатываем. Это семейный бюджет. Это семейный бюджет. Это семейный бюджет. Зарабатывал он. И вы ответчик. Истец, скажите, пожалуйста, то есть данный дом был построен на земельном участке, который принадлежал ответчику на правах собственности. Да. Вы утверждаете, что данный дом, поскольку он был возведён в период брака, это является вашим совместно нажитым имуществом. И утверждаете, что ответчица, не получив у вас согласия, то есть не получив нотариально заверенного согласия супруга на продажу этого дома, официально продала дом второму ответчику. Я правильно вас понимаю? Деталью Романова вот этому человеку. И по этому основанию вы просите признать указанный договор купли-продажи недействительным. Правильно? Да в том числе, понимаете, в чём дело? Она, оказывается, потеряла паспорт. Она мне об этом не говорила. И там не стоял штамп регистрации нашего брака. И поэтому она имела право якобы продать этот дом. Хотя я ей согласия точно не давал. И в планы мои это не входило. Это афера. А то есть ответчик при заключении договора купли-продажи указала, что она не замужем вы имеете? Да, 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 да. Ваша честь, можно я объясню? Нет, пока нет. Так, мне документы на дом. Будьте добры, пожалуйста. Да, пожалуйста. Через судебного пристава. Вот теперь, ответчик, ответьте мне на вопрос. Каким образом вы смогли зарегистрировать договор купли-продажи, не предоставив регистрирующие органы нотариально заверенного согласия вашего супруга на продажу этого дома? До этого я потеряла паспорт. Потом восстановила. И просто в ЗАГСе у меня не было времени поставить печать. В ЗАГСе, что мы с ним зарегистрированы. Потому что он в больнице лежал с двумя руками переломленными. Я к тебе каждый день бегала, корвила тебя. Молчи лучше, пока тебя не убила прямо здесь. Ответь. Ну давай попробуй. Ответь. Вот, и как бы у меня сын попал в такое положение. То есть в этой ситуации вы сначала... Земля там вообще, я не понимаю, почему они у меня правы? Земля моя. Ну потому что земля и дом на земле, это разные объекты. Они разные объекты недвижимости. Земля, один объект недвижимости самостоятельный. Дом, другой объект недвижимости самостоятельный. Земля является вашей личной собственностью. А дом был построен из ваших семейных средств. Это другой объект. Мы вместе ходили вот с покупателем к нему в больницу. Он дал свое согласие. Я его первый раз. Он просто узнал, что деньги пошли на моего сына. Поэтому сейчас жаба стоит в душе. При продаже совместно нажитого имущества. То есть имущество нажитого в браке. У нас закон требует обязательного нотариального удостоверения согласия. Смотрите на него, что нужно вообще нажить-то. Ясно. Ответчик. То есть вы ввели и нотариуса, и регистрирующие органы в заблуждение. Да даже если бы мы нашли нотариуса бы ему, он бы все равно не мог бы подписать. У него руки были, обе руки загипсованы были. Я зубами бы подписал. Ответчик. Вызвали бы главного врача и двух свидетелей. Второй ответчик. Почему вы, зная, придя в больницу к ИСУ, вы конкретно пришли с определенной целью, и при этом все равно покупаете спорный дом? Вот зачем вы это сделали? Ну зачем вы это сделали? Скажите мне. Ваша честь. Ну, я все равно считаю, что сделка на законном основании. Во-первых, он врет. Понимаете? Он клялся, божился, что ничего не будет. Как бы все нормально, я никуда не пойду, ничего. Вы сейчас спелись, ребята. Ответчик, вы сами подтверждаете, что вы ввели в заблуждение нотариуса регистрационного, вы понимаете? Ну, ну, согласен, ну, где вот у меня хотя бы, ну, я не знаю, такой 0-0-0-0-0-100 тысячный процент неудовлетворительской СССР. Ну, вот где он? Ваша честь. На самом деле, понимаете, получилось так, что мы... Подзалетел. В общем, мы, как бы, приятель, мы когда договорились, она меня предупредила, в принципе, о том, что у нее печати в паспорте нету. И сказала, что, в общем, можно сказать, что они не зарегистрированы. А муж, типа, в больнице, он согласие дал. Я, естественно, тоже человек... А зачем вы поехали в больницу? Понимаете, дело в том, что она сказала, что, в принципе, с мужем договоренность есть. Зачем вы поехали в больницу? Чтобы, потому что я же не просто так, я, естественно, должен подтвердить согласие мужа. И мало ли он потом нарисуется... Скажите, да, скажите, пожалуйста, почему у нас договор купли-продажи может быть заключен в простой письменной форме? Ну, кроме земельного участка, да, там требуется обязательно нотариальная форма. Вот договор купли-продажи квартиры, дома, простая письменная форма. Пришли люди, да, подписали договор. Дальше прошла регистрация, расплатились и так далее, и так далее. Передали ключи, подписали акт передаточный, все понятно. Но при этом закон, допуская простую письменную форму продажи квартир или жилых домов, предусматривает обязательное нотариальное удостоверение согласия супруга. Ну почему? Ну просто так, что ли, это сделано? Ну, Ваша честь, понимаете... Вы на вопрос ответьте, почему? Да, мы, я, в смысле, в этом отношении, я, ну, черт попутал, извините, сэкономили вот на вызове нотариуса. Но опять же, почему, Ваша честь, это произошло? По причине той, что я, мы приехали когда в больницу, я же вот-вот на него смотрел, и он говорил, что он не будет никаких препятствий. Вы не хотите мне ответить на вопрос? А, честь, у нас времени не было, понимаете, как бы... Нет, это не ответ на вопрос. Нотариус объясняет смысл совершаемых нотариальных действий, говорит супругу, проверяя его дееспособность. Что вы понимаете ли, что вы даете согласие на продажу, принадлежащей вам, одной-второй доли, в порядке совместно нашего имущества. Вот нотариус все это произносит и заставляет там еще расписаться, заставляет расписаться, что все было разъяснено. Только для одной единственной цели, для того, чтобы не ставить сделку купли-продажи недвижимого имущества под риск признания ее оспоримой. На том основании, что супруг не понимал значения, что он там подписывает у нотариуса. Для этого сделано. А вы мне сейчас пытаетесь объяснить. Сэкономить ходили, нотариус отказался, у ИСА было две руки сломано. Еще сейчас мне массу причин назовете. У меня документы есть о том, что я передал деньги. Да, суп удаляйте для принятия решений. Далее в программе. Вам не разъясняли, в чем не соответствует? Ну, они мне особо не разъяснили. Вот просто формулировка была, вопрос состоял так, что мой моральный облик не соответствует тому, чтобы я стала опекуном позиции. Опекун должен в идеале заменить ребенку родную мать. И женщина готова это сделать. Но вот только одна загвоздка. За ней тянется шлейф скандальной славы. Оставайтесь с нами. А теперь вернемся в зал суда. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования ИСА, возражение ответчиков по заявленным исковым требованиям, рассмотрев представленные документы и доказательства, заявленные исковые требования удовлетворяет и признает договор купли-продажи жилого дома недействительным. Суд признает оспариваемый договор недействительным, потому что спорный дом был построен в период брака на общее средство супругов. И поэтому, независимо от того, что он возведен на земле, который принадлежит одному супругу, дом является совместной собственностью супругов. В соответствии с правилами статьи 34 Семейного кодекса Российской Федерации. Для распоряжения недвижимостью, являющейся общим имуществом супругов, необходимо получить нотариальное удостоверение согласия супруга. В соответствии с правилами части 3 ст. 35 Семейного кодекса Российской Федерации. Отсутствие нотариально удостоверенного согласия другого супруга является основанием для признания сделки недействительным. Поэтому данный договор купли-продажи признается недействительным и стороны возвращаются в первоначальное положение. То есть в данной ситуации суд применяет последствия недействительной сделки. Дом возвращается в собственность продавца той супруги и она обязана вернуть полученные по договору денежные средства. В соответствии с правилами применения последствий недействительной сделки предусмотрена статья 167 Гражданского кодекса Российской Федерации. В данной ситуации суд хотел бы разъяснить сторонам, что в лечебные учреждения кроме психиатрических для нотариального удостоверения сделок дееспособных лиц вызывается нотариус. Кроме того, если в этой ситуации лицо страдает таким расстройством, кратковременном трудоспособности, что он не может самостоятельно осуществить подпись в соответствующих документах, эта подпись может быть подтверждена. Главным врачом, заместителем главного врача при наличии двух свидетелей. В данной ситуации, в такого рода документе, нотариус должен будет указать причины, по которым человек не мог собственноручно расписаться в указанном документе. И, кроме того, в этот же документ, в соответствии с основами законодательства Российской Федерации о нотариате, полностью вносится фамилиями на отчество свидетелей, которые при этом присутствовали, а также занимаемая должность, фамилиями, отчество главного врача или заместителя врача, а также его место жительства. И при этом, при возникновении спорных ситуаций, данные лица вызываются в качестве свидетелей, которые будут подтверждать подлинность тех сведений, которые были внесены в указанный документ. Поэтому суд применяет последствия недействительной сделки, стороны возвращаются в первоначальное состояние, вы, так сказать, вместе с ССО будете являться со собственниками у каждого спорного дома. Вы, ответчик, обязаны, я укоротила данную ситуацию, вам процесс, вы будете обязаны вернуть все полученное по сделке, то есть 500 тысяч рублей. Это понятно вам, Атвич? Это понятно, да, это все понятно. Естественно, ответчики, суд огласил свое решение, дело закрыто. Решение суда. Исковые требования удовлетворить. Если бы я хотел продать свою собственность, свой дом, то я бы позаботился, чтобы все документы были в порядке. У моего мужа 7 пятниц на неделе. Если бы он не узнал про моего сына, ничего бы не было. Ну, а я, получается, попал больше всех. А теперь вернемся в зал суда. Истец Алена Дунаева подает иск об отмене решения органов опеки и попечительства, отказывающего ей в назначении ее опекуном. Ответчик, представитель органов опеки, иск не признает и считает, что ИСЦУ было отказано по веским причинам. Ваша честь, органы опеки отказали мне в праве стать опекуном. Это большая ошибка. Дело в том, что девочку хотят изъять из моего дома для привычной и комфортной обстановки. Ну, девочка, это дочка моей покойной подруги, Олечка. Так как три года назад Татьяна ушла от мужа, но они с Олей пришли ко мне жить. Квартира у меня большая, уютная, места много. И дочке у нас с ней одного года. Жили мы дружно два года вместе. Девочки в садик ходили. В школу пошли вместе, в один класс ходят. Год назад Татьяна заболела. У нее выявили неизлечимую болезнь. И через шесть месяцев она скончалась. Разговаривал с Леонидом. Это бывший муж Татьяны и отец Оленьки. Он, конечно, не смог справиться с этой ситуацией. Очень много сильно пил, чего греха до таить. Я с Леонидом разговаривала, уговаривала его, что это не тот образ, то, что надо пить, кончать этим жизнь. Но не смогла его уговорить. А тут услышала, что органы опеки заинтересовались им, как отцом-одиночкой. И поставили вопрос на полгода ограничения родительских прав. Я побежала быстрее туда, в органы опеки, написала заявление, объяснила им ситуацию, что Олечка очень привыкла к нам. У нас столько лет вместе живем дружно, весело, уютно, комфортно. С дочкой они дружат. Написала заявление о рассмотрении. А они мне лишили, лишили этих прав. Представляете? Не лишили. Подождите, подождите. Отказали, отказали. И отказали с формулировкой, что мой моральный облик не соответствует. Какой моральный облик? Я, мать-одиночка, одна воспитываю дочь. Работаю тренером в женской группе рукопашного боя. Ваша честь, я не согласна с тем, что мне отказали вправе стать опекуном Олечки. Прошу вас рассмотреть это дело. Простите, да, простите, пожалуйста, истец. А вот после смерти вашей подруги, матери, ребенка, сколько девочек уже с вами проживаю? Олечка со мной уже живет шесть месяцев. Уже полгода она с вами проживает. Да, полгода, как Татьяна умерла, Олечка живет со мной. При этом вы никакого пособия за выполнение фактических обязанностей опекуна не получали? Нет, конечно, ничего не получали. То есть в этой ситуации, а у ребенка есть какая-нибудь возможность претендовать на наследство после смерти своей матери или нет? Ну, Оля ушла от мужа, Татьяна ушла от мужа, и она жила у меня. То, что там наследство, я думаю, что нет. Нет такого. То есть в этой ситуации вы полгода фактически содержали ребенка. Конечно. Я просто понимала, на свои денежные средства. Да. И единственным основанием, как вы утверждаете, для отказа в назначении вас опекуном является, как вы говорите, ваш морально-нравственный облик. Органы опеки заявили мне так, что мой облик не соответствует. А в чем не соответствует, скажите? Ну, это надо спросить у органов опеки. Вам не разъясняли, в чем не соответствует? Ну, они мне особо не разъяснили. Вот просто формулировка была, вопрос состоял так, что мой моральный облик не соответствует тому, чтобы я стала опекуном опеки. Нет, ну, будьте добры, пожалуйста, мне необходимы свидетельства о смерти вашей подруги. Да, пожалуйста. Свидетельства о рождении девочки и отказ органов опеки. Пожалуйста, опеки, я вас слушаю. Ваша честь. Да, полгода назад, когда умерла Татьяна Зарубина, мы, конечно, заинтересовались, потому что из школы пришло, ну, там классный руководитель, там человек неравнодушный, вот девочек. Она нам пришла сама, объяснила, что там ситуация такая, мама умерла, девочка живет у постороннего, скажем так, человека, маминой подруги, а папа пьет. Его временно ограничили в родительских правах. Дальше. Алена Сергеевна пришла к нам, чтобы девочку стать опекуном официальным, поскольку девочка у нее, на самом деле, проживает, вот три года назад она у нее стала жить. Ну, когда она к нам пришла, тут, вы знаете, вот такая ситуация возникла очень-очень неприятная. Оказывается, Алена Сергеевна, она у нас персонаж, скажем так, и в СМИ о ней говорили, и по местному телевидению. Вместе с Татьяной, которая ушла от мужа в свое время, они поехали в Англию, по-моему, за рубеж и заключили там однополый брак. У нас в России этого нельзя сделать. То есть эти две женщины жили, как муж и жена. Как семья вы имеете? Как семья, да. Как семья. Девочек воспитывали, все хорошо, все чудесно. Умирает Татьяна, но, к сожалению, кто-то, да, кстати, отец в свое время, вот как он нам объяснил в момент просветления, он, собственно, они развелись, потому что он очень был против того, чтобы Татьяна уходила. У них не было никаких оснований для развода, кроме того, что ушла Татьяна к Алене. Все, вот она ушла и все, забрала девочку и все. И он просил ее вернуться, говорит, это не дело, у нас нормальная семья. Он и запил после этого, после того, как ушла Татьяна, чтобы новую семью создать соленой. Не захотел человек жить, ее что-то не устраивало, и в чем вопрос? Да, он ее не устраивал. То есть, если я вас правильно поняла, то вы считаете, что истец не может выполнять обязанности опекуна в силу того, что истец нет традиционной сексуальной ориентации? Вы знаете, у нас принято вроде толерантно относиться к этому. Грязное белье копаться, да, принято? Нет. В чьем? Здесь не грязное белье. Просто одна наша сотрудница в интернете обнаружила фотографии, на которых изображены вот Алены. То есть, за этой женщиной тянется, к сожалению, шлейф очень неприятный. Взрослые люди это понимают. Девочки растут, и они тоже, к сожалению, будут это все вообще воспринимать. Так, как им преподнесут взрослые люди. Вот в этой ситуации, когда вы ссылаетесь на определенную ориентацию сексуальную истца, это что? Вы считаете, что это препятствие в получении, что девочкой образования, воспитания? Что будет не так? Ваша честь. Лично я так не считаю. Но таково решение комиссии отдела опеки. В данной ситуации, я представляю, это именно вот как, ну я как представитель отдела опеки. Вот так они решили. Вот так они не могут этого понять. Они считают, что девочке будет лучше в детском доме. Я лично, вот как человек, я не считаю, как мать, я не считаю это. Поэтому я и говорю, ваше честь. Так, хорошо, давайте ваше заключение. Истец, скажите, пожалуйста, поскольку мы рассматриваем сейчас данной ситуации решение. Простите, что я вынуждена, как бы, коснуться этой деликатной сферы. Соответствует ли действительность утверждения представителей органов опеки, что с вашей покойной супругой, простите, с вашей покойной подругой был заключен брак в Лондоне? Да, соответствует. Но это не мешает нашим девочкам. Нет, 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 я просто спрашиваю вас, Дарья. Да, соответствует. То есть в этой ситуации вы не отрицаете, что ваша покойная подруга, она проживала вместе со своим ребенком не столько, поскольку она ушла от своего мужа, а в силу определенной своей сексуальной ориентации. Ну, если вы жили как семья. Ну, мы жили очень дружно, хорошо мы жили. А скажите, а что вот, как бы, члены комиссии, они, ну, как вам сказать, не знают, как у нас женщины другой сексуальной ориентации способны заниматься воспитанием детей, боятся, не понимают. Вот в чем вы видите? Ну, скорее всего, боятся или не понимают, я думаю, что все-таки основываются на эту точку. В этой ситуации члены комиссии, как вы думаете? Да, не боятся, что у ребенка, может, там сломается психика в определенном возрасте, и он же тоже будет следовать этому же пути. Почему нет? Они просто думают, что это может быть возможно, скорее всего, так. Пригласите, пожалуйста, свидетелей СЦА. Свидетелей СЦА, пройдите. Здравствуйте, Ваша честь. Я Зарубин Леонид Павлович, отец Оли. Говорите громче, пожалуйста. Я Зарубин Леонид Павлович, отец Оли. И хочу заявить то, что Алена, так как я предал ее жизнь общей огласке... А, вот кто поместил. Зарубин Леонид Павлович, добрый папа. Я не считаю, что она разратная дама и активистка розового движения. Как бы, то есть, на тот момент я очень любил свою жену Татьяну, и из-за того, что я очень ревновал, предал ее жизнь общему... Ну, подождите сейчас. Папа, вы ограничены в родительских правах. Вы сами-то не хотите заниматься воспитанием ребенка? Я хочу, но так как органы опеки меня ограничили в этом, то есть, я очень хочу... Вы лечитесь, будете заниматься своим ребенком. Так он и лечится, он же лечится, он же не отгонит от ребенка. Вы знаете, какая-то странная ситуация. Вы лечитесь, хотите заниматься воспитанием ребенка. И мне кажется, что в этой ситуации-то вы как раз должны быть заинтересованы в том, чтобы и с Саней назначали опекуном. Нет, наоборот, я хочу, так как мы ее назначили, чтобы опекуном, потому что в случае, если ее не назначили опекуном, органы опеки могут моего ребенка отдать в дом ребенка или куда-то еще, так как они его сами же не будут воспитывать. Ну вот, когда Татьяна болела, я видел, какой Алена отзывчивый, хороший, добрый человек. Как она окружала дочку моей любовью. Помогла, и также она мне, Ваша честь, помогла. Она меня уговорила лечь в реабилитационный центр. И сейчас я прохожу там курс лечения, и так как они меня, органы опеки, ограничили на полгода, в связи с этим через полгода я буду полностью выздоровлен, и я заберу ребенка к себе домой. Я, наверное, считаю, то, что лучше на данный момент, пока я прохожу там курс реабилитации на экологической этой клинике, а в связи с этим, с алкоголизмом своим после смерти жены Татьяны, бывшей супруги, все-таки назначить ее опекуном на данный момент, Алену. Пройдет полгода, он вылечится, и он будет... Я помогу ему, я напишу заявление, я буду не против. Я помогу Леониду, чтобы он воспитывал дочь и полностью... Рискованное, конечно. У вас такие многоходовки, я бы сказала, рискованное. Понимаете, напишите заявление с просьбой отстранить вас от обязанности опекуна. Я надеюсь, что вы вылечитесь. Папа занимается воспитанием, не дай бог сорвется. Кто у вас по второму разу назначит опекуна? Никто. Ни в коем случае. Это все-таки судьба ребенка. Можно же продумывать, ну я не знаю, на десятилетие вперед, что можно. Но он же не отказывается от своего ребенка, правильно? Так, суд удалился для приятеля. А теперь вернемся в зал суда. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования ССА, возражение ответчика, представителя органов опеки и попечительства по заявленным исковым требованиям, опросив свидетеля со стороны ИСА, заявленные исковые требования, удовлетворяя это, и выносит решение об отмене решения органа опеки и попечительства, которым истица была отказана в назначении ее опекуном малолетней девочки. Суд выносит решение об обязании органа опеки и попечительства назначить истицу опекуном девочки. Суд отменяет обжалуемое решение органа опеки и попечительства, которым истица была отказана в назначении ее опекуном, Потому что фактически ребенок уже несколько лет проживает в семье Истицы, которая заботится о девочке, занимается ее воспитанием и развитием. Таким образом, Истица после смерти матери ребенка уже фактически выполняла обязанности опекуна и справлялась с ними. Также суд учел, что девочка очень дружна с родной дочерью Истицы. И в данной ситуации они являются сверстницами. И из запросов, которые проводили психологи с девочками, и с одной, и со второй, суд пришел к выводу, что в этой ситуации, если оставить в силе решение органов опеки и попечительства, то это будет фактически насильственное изменение уже привычной обстановки и тех взаимоотношений, которые сложились между детьми, поскольку они воспринимают, ну как бы вот они позиционируют себя по отношению друг к другу, как родные сестры. И поэтому в этой ситуации сказать, все, вот ты там остаешься с мамой жить, а ты вот туда вот, пожалуйста, как бы в интернат, и там непонятно, папа что, папа будет приезжать, не будет приезжать. Конечно, суд в этой ситуации рассматривает это как насильственное изменение привычных условий и считает, что в этой ситуации, кроме как вреда, на самом деле развитие и воспитание у ребенка это не принесет. Поэтому суд, исходя из интересов, ребенку удовлетворяет заявленные исковые требования и выносит решение, которое обязывает органы опеки и попечительства назначить вас опекуном. Суд огласил свое решение, дело закрыто. Решение суда. Исковые требования удовлетворить. Дети не должны жить в казенном доме, они должны жить в семье с любимыми и неравнодушными им людьми. Конечно, мы будем внимательно следить за этой семьей, но я все-таки как человек, как мама, я рада, что Оленька будет жить с любящими ее людьми. Редактор субтитров А.Семкин